Бухтарм О сказочной стране с молочными реками и кисельными берегами. Как ни странно, именно отсюда 150 лет назад местные старообрядцы-каменщики уходили на поиски фантастического поселения – Беловодье, хотя оно было у них под ногами. Сказывали старые люди, что за бурным потоком Бухтармы реки, за синими горами, за темными лесами, кроется веселая солнечная страна Беловодье, где всякому живется легко и привольно. А найти в нее путь можно, ежели прямо на юг идти, никуда не сворачивать, не бояться ни стражи, ни зверя таежного, не прельщаться ничем, пока не достигнешь берега реки, что молоком и медом течет. Беловодье было красивой мечтой, настолько красивой, что даже спустя не одну сотню лет этот край притягивает к себе все новых и новых искателей старины, исследователей и просто путешественников, неравнодушных к истории этих мест. Барлык Пчеловодье Пчеловодье в этих краях не только одно из основных занятий, но и один из дополнительных источников заработка. Здешний мед высоко ценится далеко за пределами не только Катон-Карагайского района, но и всей республики. Дядя Коля показывает свою пасеку, расположенную сразу за домом. Несколько десятков медоносных домиков, аккуратно расставленных в огороде, скоро дадут вкусный и полезный продукт, который и желудок насытит, и хворь поможет вылечить. В настоящее время апитерапия, именно так называется направление альтернативной медицины, связанное с пчелоужаливанием, набирает обороты и все чаще пользуется популярностью среди тех, кто предпочитает современной медицине и современным врачам медицину нетрадиционную, народную. При достаточных знаниях и правильном подходе укус пчелы способен излечивать от многих заболеваний. Пчелиный яд активирует физиологические процессы организма, действуя непосредственно на источник болезни, а не на симптомы. Все это, пусть и без научных терминов и медицинского образования, хорошо известно хозяину этих медоносных домиков, в которых день ото дня трудятся природные лекари и сборщики вкуснейшего и полезного продукта. И вроде кажется, что все здесь хорошо, чистый воздух, вкусный мед, спокойствие и покой. Вот только существование жителям Усть-Изовой омрачает извечная проблема с отсутствием электричества. По словам дяди Коли, 6 километров линий электропередач, протянутых от ближайшего села, бесхозны и никому не нужны. Поэтому, как гласит народная мудрость, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Савелье Олесе Михайловичу, директору Лешкозу, предлагали передать в Алтайэнерго, в РЭК. Ее никто не принял. Вот я здесь живу 25 лет. Невозможно. Каждый раз скандал. Как здесь столб падает, мы своими средствами ставим. Пацанов собираю, отключаем, едем десятку, ножницы. И своими средствами ставим. Лезем, когти у нас свои, все это. Ну вот хорошо это, как-то, или нас обманывают, что эта линия бесхозная. Десятка. Я потом уже со скандалом, до Астаны хотел дозвониться, но с Каменогорска приехали, бригада, нам по деревне поставили. Я просил десятку поставить, они, видать, не поняли. И приехали в деревню, бетонки поставили. А 10 тысяч вольт, 6 километров, она никому не нужна. Вот часто сидим без света. К кому обращаться, я не знаю, Акима своего, не хочу подставлять. Ну, таким молодец у нас, вот, Доржанов. Сейчас он, как, с понятиями человек, какими-то средствами, нелегально ли, как там договариваются. Помогает он, очень хороший Аким у нас сейчас. А в то время, ну, и до матерков доходило. Но словом, пусть даже крепким, делу не поможешь. Куда важнее здесь реальные действия и результат в виде возобновления подачи электроэнергии. И очень здорово, что в этой глубинке еще остались люди, которые, невзирая на бюрократические неувязки по проблемному участку ЛЭП, не оставят в беде и всегда придут на помощь. Взаимовыручка здесь ценнейшая валюта, которая стала дефицитом в больших городах. И, конечно, я покажу их, вот, перед руками, да и, ну, и, через его беретатого. И сразу вот так туда подогать его не идти, он, вон, 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 вон. Ниже себе не дей, вот так вот сюда вот, вот так, ага. вот это протоком пока старенькая буханка раскачиваясь на речных камнях направляется устранять очередной обрыв дядя Коля показывает свой гараж мастерскую в которой стоит небольшой трактор времен советского союза хозяйстве без этой техники как без рук вот и сейчас в пору заготовки сена этот малыш проворно таскает по полю грабли поспевая за своими старшими товарищами тракторишка хоть и старенький но безотказный заслуга его хозяина с ранних лет приучил отец следить за техникой не бояться руки в мазуте испачкать сегодня этот навык выручает дядю Колю лучше любой станции техобслуживания своими руками может он и мотор перебрать и подвеску перетрясти нужный инструмент в этой мастерской всегда найдется были бы запчасти до электричества частое отсутствие которого вынудило за свой счет приобрести небольшой генератор вещь хоть и полезная но не дешевая и затратная 469 у вас он же козлик под управлением опытного водителя с более чем 30-летним стажем резво мчит нас по ухабистой дороге к месту ранее существовавший паромной переправы близ села коробих обрыв кабеля устранен осталось дело за малым подать электричество по проводам гусья и завую жители которые уже второй день сидят без света но для этого нужно переправиться на ту сторону бухтармы парома уже давно нет как и самой переправы а маломерное судно в виде надувной резиновой лодки частенько совершает рейсы на противоположный берег реки по суше от усть-изовой до коробихи путь не близкий чуть более 40 километров и это только в одну сторону от усть-изовой же до бывшей переправы шесть разница существенна братья яросыл и тлеужан которые живут в селе барлык сегодня делают большое дело по крайней мере для жителей усть-изовой современная история которой из-за проблем с электричеством похоже скорее на выживание вообще же истории в этих краях можно насобирать на целую книгу одну из историй жизни николай минин поведал и мне вот она в общем отправила туда увезли его все оттуда выписали помирать его в общем четвертой стадии он был уже на ставили уков на морфий он уже не спал несколько недель там не знаю как она ну говорила так ревом рел от боли привезли его на скорой соборную поселок она его так на руках до того он высох она его бабка на руках вот так взяла женщина ну это начал помоложе было уж сейчас уже совсем старенько на руках занесла домой положила на койку он ревом ревел врачи даже карточку сожгли его но помирать его отправили домой все потом она натопила баню жарко жарко я где-то маленечко погоди сильную и баня по черному сделано в камне наглечивая постелила простынь где парится полок называться по деревне походила конский свежий навоз помет обложила его полностью всем этим навозом свежим на полке на этом оставила только лицо дышал вот парит парит он обзает дышать не могут выползить сама отдышится и опять заползет ну зайдет на вздает опять парит парит сколько ей воздуху хватает вы выйдет опять отдышится опять заходит потом слышит он бабушка она ласковь не всегда не ну как жили хорошо они не обижали друг друга он вообще никогда не кричал он ничего хорошего ну в общем бабушка и она что деда я замерз представляешь она у изба не выйдет отдышится парит он говорит я замерз ничего деда сейчас согреешься и опять парит короче это процедуру не знаю сколько она делала но наверное достаточно потом ну как сказать она вымыла это все убрала вымыла его домой принесла положила сама там по хозяйству куряченок гусешек кормить все это покормила сходила посуду по внутрь по хозяйству дом потом где-то уснул а не спал вообще и сколько от боли потом ох ты мне где наверно дедушка то угробила поди помер подходит и так дышит и опять этим занимается своим делом два часа четыре часа прошло он спит могут поди без сознания сомнений у бабки типа один и пакостил очень потом подходит и взяла до разбудила его деда ты живой он глаза открыл заплакал зачем ты меня разбудила я так хорошо спал сладко спал заплакал ничего деда ничего сейчас и она поила трава есть такая стародубка это мы ее называем стародубка она как вот эти огоньки же есть вот так огоньки только это он растет в катоне у нас больше нигде не растет и в горах наш ствол как хвоя мохнатенький такой как огоньки только желтый вот такой мак большой маковый цветок и запах неприятность наш как как-то ну если по прямому как как что лет а вот такая ерунда вот она вот эти цветок один запаривает на стакан и вот этой по 50 грамм утром в обед вечером она его поила этой стародубкой но она еще намекнула меня и ну это ну как не распространяйся сильно это как сказать тебе она поила его кобылей мочой моча от кобылы свежей мочой 15 лет человек прожил от старости помил в город когда приехал с котона дежурство в советское время дежурные врач на скорой же в бейлу по поселкам везде же ездит она увидала что дед-то живой а его списали уже думали что вы похоронили его а он сидит с бабкой на лавочке выскочила стой стой шоферу стой остановись а остановилась машина-то выскочила медсестра то подходит баба людо это ваш деда что ли да дедом еще с ним за дровами едем на покос ездим тетя людо а мы уже и карточку сыркли мы думали мы похоронили его его сгребли в город уськаман увезли на проверку никакого рака нет представляешь а списали четвертая стадия печень такие истории здесь на берегу реки живописными видами вокруг почему-то хочется верить и даже ни на минуту не возникает сомнений в том что такое возможно вскоре вернувшиеся и рассел и тлюжан возвращают мои мысли на землю дело сделано теперь можно вздохнуть спокойно упаковав плавсредство и загрузив его на борт нашего козлика направляемся обратно в устье за вуй по пути слушая веселой истории дяди коли про умного профессора и его кошек как своеобразное сравнение жителя городского с высшим образованием и дипломом и сельского привыкшего воспринимать вещи такими какие они есть без навешивания сложных определений и мудреных правил закон здесь не нарушают но законы и правила здесь свои написанные историей и суровыми реалиями жизни вдали от цивилизации есть у дяди коли еще один навык свободное от хозяйственных дел время собирает он рыболовные снасти мормышки который потом продает в магазин кропотливая работа требующая усидчивости и терпения не каждому молодому будет под силу а тут бывший водитель лесовоза некогда ворочавший тяжелые бревна виртуозно орудует тонкой леской лихо завязывая узелки на крючочках мормышки сделанные этими руками высоко ценятся среди рыбаков и поговаривают всякий раз приносят хороший улов в катон карагаи этим мормышкам даже название дали мининский по фамилии их создателя а знакомые рыбаки при встрече с николаем шутку советует ему бросить это занятие мол из-за мининских мормышек рыба в бухтарме реке скоро переведется но копеечка лишней никогда не будет уж тем более во времена рыночной экономии это раньше когда в усть-изовой работал лес промхоз и снабжение села шло напрямую из алматы задумываться о дополнительном заработке не приходилось хватало всего и со светом проблем не было в усть-изовой функционировала школа был свой клуб а в местный магазин даже из коробихи и печей закупаться ездили сегодня же беззаботной жизни можно узнать лишь из рассказов старожилов и тех кто застал те далекие времена когда конец географии был не в усть-изовой а гораздо дальше там где сегодня хозяйничает косолапый мишка частенки кстати появляющийся и в этих краях я в котором сдаю по 350-400 они тут уже покупатель приходит может может есть минус 650 550 или 650 650 вот видишь уже по 650 а у меня берут по 400 по 350 приехали забрали попрощавшись с яросселом и тлюжаном мы с дядей коли отправляемся на противоположный берег реки язовая которую на многих картах почему-то именуют черемошка на этой стороне реки сейчас сохранилось лишь пару домиков а когда-то в усть-изовой было 45 дворов жизнь кипела село это как впрочем многие села в округе образовали так называемые алтайские каменщики ухторминские беглецы староверы искавший таинственное беловодье где всяк человек свободен от царского указа на этой же стороне изовой у дяди коле свое беловодье таинственные озера в которых водятся краснокнижная рыба таймень достатки от старой пасеки которую было вложено немало времени и сил вот черемаха вот видишь вот вот кусты вот эти черные вот до сюда вот еще здесь пасека у меня стояла сколь 10 лет прошло все стояло все было я даже покажу может даже следы остались от медвежьих как те эти как у меня улья воровали медвежика с медвежатами вот видишь раз два три уже видишь еле заметили вот видишь когти раз два три вот они маленькие вот медвежат окорявались кто знает сколько еще простоит на реке с кисельными берегами это упраздненное чьим-то указом село с красивым названием усть-изовая в котором и школа была и клуб и свой магазин со снабжением напрямую из алматы знакомство с николаем мининым для меня дядей колей стал одним из ценнейших событий этого путешествия интересный человек с не менее интересной история жизни многие годы усердно трудившийся на благо уже не царской власти но власти современной которая в знак благодарности за отданные годы упразднила его родное село оставив правда бесхозную линию электропередач то и дело дающую сбои в подаче электроэнергии долго еще в этот вечер за чашечкой беседовали мы с дядей колей о жизни о природе о человеке о законах тайги сидя в старенькой но добротной избушке стоящий на берегу бухтармы вместе куда много лет назад поисках лучшей жизни бежали алтайские каменщики бухтарминские беглецы искавший таинственное белородие гриви в бары в санимов сорafста к болёк Продолжение следует...